В Казанском федеральном университете стартовала защита дорожных карт развития институтов в рамках программы «Приоритет 2030». Первым институтом, представившим свою программу развития, стал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В своем докладе директор института Михаил Щелкунов отметил, что сегодня в институте действует сразу несколько программ дополнительного образования. И именно это станет основным вектором развития. У нас три, ну если уж с натягом сказать, четыре образовательные программы доп. образования. Это Центр медиации регулирования конфликтов, это Школа молодого журналиста, это Зеркальная лаборатория у социологов и программа История философии науки, которая тоже является нашей программой. Цель программы «Приоритет 2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. «Приоритет 2030» даст возможность сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Да, можно много спекулировать о том, что в нынче попали, потому что там такие-таки авторы, такие-таки исследования, но в любом случае вот это есть та модель, если хотите, куда нужно нам идти и создавать что-то подобное. В программу вошли 106 университетов и 49 городов России. Они получат базовую часть грантов в размере 100 миллионов рублей. Отбор программу осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По итогам очередного этапа защиты КФУ занял первое место в первой группе по треку «Территориальное или отраслевое лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Это есть пример того качественного скачка, вот того проекта, который мог бы быть таким флагманом. Вот это действительно новая технология. В ближайшем будущем свои программы развития представят все подразделения Казанского университета. По результатам будет сформирован список вопросов и правок, которые будут внесены в дорожную карту институтов. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Продолжение следует...